Доделка опалубки, удерживающие колышки подрезка, удерживающих. Уже появилась первая силовая конструкция, пока я спал, вот такая вот каркас. Какие есть особенности в этой штуке? Сложно такое делать вообще? Нет, делать не сложно. Все, как сказать, подручным материалом, подручными этими самыми станками, загибочные пешки делать. Сколько на такую штуку ушло времени? Вот на этот шок, первый раз, никогда не делал, час ушел. И еще таких надо Т3? Еще надо Т3 и плюс добавки там, углы еще угловые надо еще гнуть. Ну да, угловые, нахлестовые, да? Да. Угу. Серед, это куда? Погружать? Сейчас будем погружать. Наверное, я смотаюсь за стульчиками, да, все-таки? За стульчиками. Я посмотрел, в Петровиче они есть, стоят не сильно дорого. И куда они под... Да, под основу, да. Чтобы не пилить кирпичей. По-быстрому только. Крутить надо, крутить надо. Это долго, да? Ну, крутить, ну, недолго, ну вот, каждую надо прикрутить же. Время-то уходит. Все, где успеть надо, заложить их. Завтра заливать. Какой вот план-банан? Серега, как положено. Не сбоку, Серега. Вот так, бери, вот. Ну, почему ты так взял-то? Вот так, за крайнюю бери. Вот так, вот. Вот ее, может быть, стулья отпустить? Я давай, стулья. А нет, да? Идем. Первый каркас закрыл. Теперь пленка. Пленка 100 микрон. Ей нужно оббить все щиты изнутри и дно. Для того, чтобы жидкость из бетона не уходила в землю понапрасну. А также, чтобы доски сохранились чистыми. И потом их можно повторно будет использовать. Ставь на вторую доску, Серег. На вторую. Натяни. Сильно. Сильно-то не натягивай так. Что такое? Или стреляет. Может, скопнет? Дом. Не умеет. Не умеет. Сильно. Натягивай. Эта петра. Отпускай, Серёжа, не натягивай. Оп, пошёл процесс. Идёт процесс укладки плёнки на дно траншеи. Прибито поверху рейкой деревянной, а внутри промышленным степлером. Вот так вот это выглядит. И надо оббить весь периметр, соответственно. Держим арматуру уже внутри. Для этого приходится кверху с ракой укладываться. И заматываем две конструкции. И вот уже первые каркасы встали на своё место. Хоп, здесь конец. Тут пока ещё два угла не сделаны. Из интересного. На дне всё стоит на таких стульчиках пластиковых специальных. Это чтобы сформировался защитный бетонный слой под нижними перекладинами пэшек. Если их поставить просто на землю, то арматура будет фактически у земли. А арматура должна быть внутри бетона. Для этих же целей вот эти вот кругляши. Это чтобы, когда будет процесс заливки, вот это всё начнёт так ходить туда-сюда под тяжестью бетона, чтобы оно не сместилось. И вот арматура выдержала расстояние не менее пяти сантиметров до отмостки. Чтобы опять же здесь был бетон. Потом в итоге нормальный слой бетона до арматурены внутри. А не она была у поверхности бетона там в сантиметре от края. И так вот сверху и снизу такие проставки пластиковые. Почему на пластиковые? Деды делали там подставки из кирпичей, там из чего угодно, из досок. Но доски гниют, потом пустоты образуются, камень, кирпичи и так далее подсасывают влагу капиллярный, капиллярный подсос влаги из земли и передают это всё на фундамент. В итоге он портится, ржавеет арматура внутри фундамента. А пластик он тысячи лет будет стоять, с ним ничего не будет. Он не гниет, не впитывает влагу, ничего. Современные технологии. Целый мешок этого говна. Целый мешок этих подставок и целый мешок этих кругляшей. 250 кругляшей и 500 подставок. Смеркалось, но работа продолжается. на станке гнется арматура под следующие армокаркасы. Процесс увлекательный, физически тяжелый. Готово. Готово. Вяжем. Готово. 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 Вяжем. Вяжем. Готово. Так, вертикально вставляем, чтобы было. вот и я начал я начал вязать не только но илла вышиваешь крестик да 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 вяжем сразу на две на кайф вот уже что-то получается вязать 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 там уже некуда не давать некуда да вязать 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 которые идут вязать вязать вторую вязать вязать и вязать вязать и -